За выкинутый окурок или мусор из окна машины можно получить реальный штраф. Законопроект собираются рассмотреть в Госдуме. Штрафы обещают быть серьезными – в несколько тысяч рублей. Вот только как поймать за руку человека, способного умчаться на машине с места преступления, расскажут Надежда Неткачева и Александр Косицын. Многие автомобилисты, которые за рулем уже не один год привыкли, что на дороге в лобовое стекло из другой машины может прилететь мусор или окурок. Эту ситуацию надо в корне менять, считают водители и стражи дорожного порядка. Рассмотреть штрафы за выброс окурков и другого мусора из окна автомобиля предложили депутаты Государственной Думы. Депутатами Государственной Думы Российской Федерации внесено предложение о рассмотрении на очередное заседание осенней сессии о том, чтобы нести изменения в административный кодекс Российской Федерации. Теперь автомобилистов будут наказывать за то, что они выбросили мусор из окон своего автомобиля. Предполагается, что за выброшенный окурок водителям придется заплатить штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а за повторное нарушение автомобилистов смогут привлечь к исправительным работам. Славинские водители эту инициативу поддерживают. Действительно, станет намного чище на трассах, непосредственно на обочинах. В принципе, я думаю, правильное решение. Посмотрим, как пройдет чтение Госдумы в Совете Федерации. Я вообще поддерживаю решение о привлечении водителей к штрафам за мусор на дорогах. Почему? Потому что я вообще вот эту ситуацию ненавижу. Меня постоянно бесит, честно говоря, когда я вижу, что открывается форточка и выбрасывается какой-то мусор. Я против таких действий всевозможных и целиком и полностью поддерживаю это. Я считаю, что мусор, ну съел ты бумажку какую-то, намусорил что-то, ну положи ты ее рядом с собой, доедь до урны, до контейнера, выбрось туда. И, во-первых, и чистота будет. Фиксировать такие нарушения смогут сами водители на камеры видеорегистраторов, а затем отправлять в правоохранительные органы. Такая практика уже существует во многих европейских странах и даже в некоторых российских регионах. Вот только поддержат ли законопроект на федеральном уровне, пока неизвестно.